почем бензин германии вот декабрь 23 год так мы приехали опять строительный магазин будем сейчас покупать обои такой вот он здоровый длинный для сада очень много чем и постройки нам по мелочам надо и обойчики сейчас роль возьмет нам надо нашу тачку куда-то запаковать для цызам тротуарная плиточка какая красивая штука 2,79 почти 35 евро квадратный метр так а это наверно на террасу плитка разная гранитные камни разная плиточка я хотела взять вот эти обои моющиеся хорошо что я посмотрела стала смотреть опять рап какой и потом отсмотрю здесь всего лишь четыре метра в рулоне но 67 сантиметров шириной это чисто вот для фарту фартука вот получается где кухня фартук узкий длинный и такой рулон стоит 24 евро так у нас даже не хватит на два на две длинные полоски на стену короче отпадает этот вариант надо что-то другое искать в этих обоих которые по скидке нашла мне очень понравились они по цвету они подойдут к серой моей кухне такие красивые пионы вот нежные нежные такие и вроде бы плотность такая хорошая может быть даже можно будет их протирать влажной тряпкой один целый рулон вот он целый рулон но тут конечно на рапорт 6432 но нам-то всего надо два рулона не знаю надеюсь нам хватит и вот такой вот еще остаток и здесь по моему уже видать ну что-то отрезали может быть для пробы один целый но тролль сходил что-то горит я не понял что они сказали вот на кассе узнаем вроде бы один рулон как 5 евро все остальное непонятно чем все вместе за 5 часа 7 в общем нам посмотрим а я рассчитывала евриков 5070 если будет за 7 евро неплохо и красивенькие все силам покажу такие нежные нежные цветы на сером фоне стоили 21 евро рулон цена была вот это вот остатки остались посмотрим прикольная идея деревяшек нарезать вот так и насадить какое дерево здесь классная так ищем какой-то гипс или что-нибудь дырки по замазать краску взяла 20 евро альпина стоит 5 литров так все ищу сидим с рольфом на остановке ждем наш автобус привет товарищи этого уже все что хотели купили и нам эти обои ребята почти подарили за 3 евро вот эти все остатки мы взяли один полный рулон был упакован еще оригинально и 2 начатых там было рулона за трояк обои которые стоили 20 но евро за рулон надеюсь хватит но если что за холодильником будем там как-то экономить короче за трояк а я из бюджета так примерно выделила 50 70 евро на обои но так как вот эти обои получились немножко странноватого размера для таких размеров еще не видела потом только тогда на фотографии смотрела я уже поняла что это чисто вот под фартук для фартука кухни делают вот этим но дорого я считаю это очень дорого 20 там 24 9 почти 25 евро за 4 метра ну и может быть это и хорошо вла и не мой готов же тоже были они плотные моющиеся их можно было хорошо мыть но надеюсь эти тоже они такие вроде бы как прорезиненные можно тоже будет продирать потому что к этой стене у нас будет подставлено и как кофемашина и вот это вот грильница в общем не знаю надеюсь что мы там жиром этим не заляпаем что так сидим ждем автобус еще нам десять минут я ребята крашу потолок вся в краске рольф пошел магазин лидл закупаться приходит начинаем разбирать сумки ничего не пойму никогда не покупал никаких ни кефиров не айранов вообще ничего не покупал четыре бутылки четыре бутылки айрана взял четыре бутылки айрана от фирмы мюллер фирма мюллер видеть я такая говорю в чем шуга кота он говорит вчера он смотрел какую-то передачу типа за вчера и говорит значит хозяин этот мюллер хозяин фирмы это где-то встречался с шефом этой партии афд где-то он встречался какие-то не были переговоры и только потому что он встречался из партии афд кто-то из зеленых зеленая партия публично сказала блокировать люди вы должны должны покупать продукты фирмы мюллер блокировать продажи шатик набрал фирмы мюллер я чувствую мы теперь будем каждый день ходить покупать фирму мюллер любые продукты потому что он у меня такой патриот если он против кого-то то все овен по гороскопу ругами упрется вышел обидели обидели шефа теперь никогда никогда ребята вообще никогда ничего не покупала но этой фирмы четыре бутылки взял такие вот немцы патриоты как всегда друзья начала клеить и забыла показать вам в общем смотрите три рулона это был самый целый рулон упакованный это был открытый рулон и здесь вот совсем чуть-чуть вот такие вот обои амстердам наверное с амстердама или это просто название что-то стоит джеймени германия вот вот так они должны смотреться видите тоже интерьерчик мне нравится вот так деревянный консоль вот такой деревянный стол металл дерево очень красиво смотрится в общем ложатся изумительно я одна их клею очень хорошего качества они на самом деле были видать не обман а дорогие 21 евро точно был рулон потому что качество просто классно у них поверхность такая вот то что вот понимаете вот все подошло цвет подошел сам дизайн мне понравился этих вот эти пионы красивые ненавязчивые нежные такие цветы и вот такой цвет ничего яркого такого нету но мне я не знаю кому как мне очень понравилось и поверхность такая немножко прорезиненная и вся пятнистая вот как раз мне подходит вот на эту стену понимаете почему я передумала брать эти листья красивые на белом фоне потому что здесь у меня грязная зона в принципе здесь будет стоять кому ты на комоде будет стоять микроволновка гриль вот печка гриль вот это аэрогриль потом будет стоять кофе-машина все стоит с этой стороны я боюсь что будут пятна как бы мы аккуратно не вели себя но все равно к от кофе от чего-нибудь от жира в углу будет стоять мусорка пластмасса потому что мы сейчас ее некуда ставить эту будет мусорку она будет в углу стоять и я понимаю что их можно их можно друзья вытирать влажной тряпкой они как прорезиненные и вот такого качества как будто ткань ткань на стене до чего мне нравится даже сидит останется пятнышко не смывающие то что я не смогу смыть его не так будет видно на вот такой любой поверхности однотонная мне понравились однотонные но это сразу исключено там малейшее пятно она будет видно вот видно будет а здесь в принципе кухня это все равно есть кухня да где-то там отбрызнул где-то еще что-то приду подошел тряпочкой вытер и все мне и нравится мне мне очень нравится сам дизайн очень нравится такие нежные цветы такие вообще обалдеть дачу красиво и по цвету и надо же было уже я искала именно светло-серый за меня написали в комментариях цвет депрессии там что смерти какой-то не знаю это настолько ну для глаз мне приятно я уже пожила и в ярких цветах у меня и красные стены и желтые были и ржавчина у меня была на стенах я для себя поняла одно все что яркая броска она со временем надоедает для глаз тяжело я не знаю и вот в крыму я поклеила уже второй год у меня серенькие светло-серые почти даже бело-серые обои и мне нравится вот я надеюсь что это тоже мне будет нравиться надолго и но даже если надоест даже если надоест ободрал что-то новое поклеил ничего страшного вот однотонно красить тоже люди писали советовали не хочу красить тоже это однотонно это все пятна да я понимаю есть латексные краски которые можно мыть вот выйти я сразу влюбилась и они еще ребята они нам достались в подарок отличнейшего качества обои достались нам почти в подарок 3 евро 3 евро не смотрятся как фотообои вообще не знаю кому как вот это какой-то цветок интересный мне похоже это на пионы но я не знаю может это и не пионы в общем клею сама клею надо подбирать рисунок еще удобно мне мне два рулона открытых были поэтому я все три рулона подношу и смотрю как можно меньше чтобы было отходов вот у меня первая полоса вот она я ее отрезала наверху вот сначала первый блин как всегда комом не получалось потом я приспособилась как мне надо тяжелые плотные они начинали отклеиваться ну что я не режу я сейчас мажу стену как мне советовали подписчики многие намажьте стену и прилепите вот так и сейчас и делаю я даже не подбираю раппорт мне сказали неправильно говорила раппорт подбираю иголочками цепляю за потолок и наклеиваю только потом обрезаю а внизу обрежу когда высохнет это вообще уже не проблема ну я просто наслаждаюсь вот мои глаза наслаждаются этой красотой и 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 я уже почти заканчиваем смотрите какая красота получается и я хочу поблагодарить того человека который мне написал комментарий когда я клеила обои в керчи что мажьте стену и рулон даже не обрезаю к стене мы всегда с рульфом обрезали определенная длина подбирали рисунок обрезали клеили потом я стала мазать я мазала и обоину и стену теперь потом я стала мазать только стену а обоину нет обрезали все равно но я ее потом приклеивала на мукрую стену в этот раз я полностью пошла совету по моему женщина писала что рулоном техника обалденная девочки один человек вот я одна надо было подбирать рисунок и я одна справилась обязательно верхний край свободный даже если стены кривые потолки кривые это все можно отрегулировать повернуть обоину так как надо потому что верхний край свободен он не обрезанным можно его как хочешь там разворачивать и точно также внизу очень удобно большое спасибо кто мне написал этот способ поклейки обоев великолепно меня все идет по плану у меня кривые немножко кривоватые стены и потолок тоже такой не очень и я это все подбираю отлично подбирается и потом я уже когда полностью по стыку сошлось я обрезаю вверх и обрезаю низ идеально получается ни одного шва не видно я сама в шоке я сама в шоке как получается в этот раз знаете вот говорят ретроградный меркурий нужно все переделывать ремонты какие-то делать начинать вот все получается ретроградный меркурий у меня уже заметила не первый раз у меня все получается и как я поштукатурила стену я стою и любую боже мой мои ручки самоучки а уголки у меня просто идеальные идеальные углы получились я вам покажу вообще сейчас конечно еще она все серого цементного цвета но если это все покрашу идеально я это все разгладила ой вообще прелесть получилась у меня это стена которую мы с рульфом изолировали утепляли и вот эта стена у меня такая же красивая обалденная просто получается стена сегодня закончу даже обедать не хочу отодвинули холодильник я сейчас закончу эту стену вы мою пол подрежу низ ровненько и сюда уже перенесем комод с коридора тот деревянный который вам многим понравился потому что неудобно бегать на завтрак у меня все в этом комоде в зале вот это туда-сюда носишься с утра позавтракать или например когда кушать варю тоже там то сито там макароны там соль там в общем хочу быстро это все закончить и перенести а уже стены боковые вот эти боковые арочку вот эту эту стену и эту стену я уже буду делать постепенно сначала покрашу здесь надо выровнять купила гипс в хорнбах вчера с рульфом ездили но он ребята невыносимо я его замешиваю он у меня на глазах просто твердеет камнем я его не могу размазать в общем 5 евро надо ехать опять и брать какую-то на маску специальную такую которая сохнет подольше чтоб не выровнять стену мне эта стена очень-очень вся кривая вот я как смогла этот гипс тут на на мазюкала но фигня все равно здесь глубь глубже здесь выше получается мне нужно выровнять выровнять сделать заподлицо вот с этим верхом здесь все неровно и только потом клеить стекловолокно это будет белая стена вообще все остальное будет белая кроме вот этой одной серо-белой стены конечно на видео прям такие выделенные белые пятна а когда глазами смотришь они такие знаете они не резкие вот такие цветы они такие плавно переходящие из белого в светло-серый потом темнее темнее какие-то они такие я не знаю а на видео вот получился прям такие чисто белые пятна все почему включилась хотела сказать спасибо потому что я сама в шоке конечно большой большое значение имеет еще качество обоев очень большое значение имеет эти обои просто пластичные плотные не рвутся суперски ложатся вообще никаких замечаний не к способу поклейки не к самим обоям так что всех благодарю кто мне писал всем спасибо ну что дорогие мои устала просто жуть без 15 9 я только закончила я закончила клеить обои я уже поставила два шкафа счастья вам все покажу как получилось расставила пока так ребята я конечно присмотрела красивейшие в юске буфеты из дерева красивые со стеклом без стекла там есть разные вот но пока все это упирается в деньги накладно но пока вот это тоже деревянные шкафы будет пока так показываю как у меня все выглядит уже конечно темно но надеюсь передаст камера в общем два шкафа тоже это юск магазин этот вы видели шкаф этот почти из той же серии стоял у нас в спальне пустой там ничего у нас не было мы его сюда перетащили на него поставили все наши приборы рульфу строго на строго наказала поаккуратней пока все стоит вот так вот так все стоит у нас холодильник весь вымыло выдраила вот но на холодильник пришлось поставить еще кое-какие тут причиндалы некуда все равно мало места хотя здесь все забило и все равно мало мало места получилось микроволновку удалось не спрятать микроволновку у нас старая но она очень хорошая вот вид у нее конечно же такой пожелтевший потрепанный поэтому пускай она будет шкафу вот так получилось у меня здесь лук тыква соль кафе машина аэрогриль мусорка сюда вошла у меня хорошо а с этой стороны вот так как было так и останется завтра начну красить уже стену посмотрите я хочу похвастаться своими ручками самоучками девочки как получилось аккуратненько уголочек уголочку это же вообще я уже прогрунтовала до чего все получилось может быть из-за того что хорошего качества это шпаклевка я не знаю но просто бегло и такой караиде получился миленький аккуратненький караид даже мне вот нравится монолитно чтоб не было как это красиво смотрится без этого кафеля с швами что-то такое надо однородное сделать то этот кафель уже как бы под надоел вот так все получилось эту стену завтра тоже буду уже шлифовать а это буду красить окна вымыла окна все вымыла ну и все идет при принципе к завершению как только все доделаю сюда назад вернется пол этой столешницы кому кусок столешницы этой и полочки потому что без них никуда там тоже кое-что важное лежит в к в этих коробках у меня вот так вот будет пока кухня и как стена это смотрится великолепно мне нравится мне очень нравится до чего приятный вот этот серый цвет кому-то не нравится мне очень